В Слободзейском районе проверяют дамбы. Специалисты перед возможными паводками объезжают проблемные участки и решают, что нужно сделать. Подробнее Юрий Заяц. Участок дороги между поселком Красное и Коротным в этом месте дамба прилегает к трассе. После дождей насыпь расползается, грунт валится прямо на асфальт. Дорожники настаивают, дамбу нужно отодвинуть. Специалисты оценивают, насколько это возможно. Расползание дамбы пошло и уже дорога перекрывается. То есть, с вашего позволения, мы дадим добро только полметра срезать, чтобы немножечко дать возможность стоку с дороги. Здесь полметра, там можно до полутора метра. Под насыпью в этом месте проходит шлюз. Через него воду из реки качает местный рыбхоз. В прошлом году при паводке тут едва не прорвало дамбу. Ее укрепляли мешками с грунтом. Комиссия пришла к выводу, нужно делать ремонт. Здесь очевидно, что необходимо предпринять меры для того, чтобы реконструировать шлюз пропускной и укрепить гребень дамбы. И укрепить эту дамбу, которая сегодня защищает от наводнения. Поселок Красное и частично село Коротное. А это уже окраина села Глиное. Жилые дома вплотную прилегают к Днестру. 450 метров дамбы здесь в аварийном состоянии. В 2008-м на этом месте все было затоплено. В 2010-м году работы велись, но не хватило средств, не было достроено. То есть она практически размыта? Да, она в таком состоянии сейчас. Это нужно ввести расчистку насаждений зеленых. И потом дальше по новой строить противопаводку дамбу. В Слободзейском районе больше 200 километров дамб. Шесть участков нуждаются в срочном ремонте. Их будут рекомендовать включить в программу фонда капитальных вложений. По этой программе уже третий год в республике восстанавливают противопаводковые сооружения. В прошлом году, к примеру, был отремонтирован большой участок в районе Террасполя и Суклеи. Еще раньше возле Терновки. Работы планируют с учетом начала паводка. Будет ли большая вода в этом году, неизвестно. Украина пока тревожных предупреждений не присылала. Вода в Днестре прибывает незначительно. Но на Дубоссарской ГЭС уже сброс воды немного увеличили. В водохранилище мы поднимемся где-то сантиметров на 30. То есть в верхнем течении это от Каменки до Дубоссара где-то до 30 сантиметров. Ну может быть до 50 максимум. И в нижнем течении, ну тоже будет все зависеть от того, сколько к нам будет воды приходить. Ну от полуметра до полутора метров, я так думаю. Проверка дамб сейчас идет по всей республике, чтобы выявить слабые места и успеть подготовиться к весеннему половодию. Юрий Зайц, Леонид Мостак, ТСВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юрий Зайц, Леонид Мостак, ТСВ.